Сейчас откроем файл. Здесь есть несколько файлов. Эта подоснова представляет собой, по сути, сборку. Вот есть файл 49.14. Этот файл является сборочным. В нем в виде внешних ссылок подгружены все остальные. Мы это сделаем для того, чтобы просто оценить. Если кто-то не сталкивался с другими городскими улицами, вы видите, значит, эту подоснову. А затем мы уже в сборке перейдем к составляющей файлу, в котором находятся уже высокие отметки и описание ситуации, которые нам нужно будет для формирования цифровой модели рельефа. Итак, открываем файл. Чертеж открыть. Рабочий стол. Папка учеба. Файл 49.14 стандарт и файл 49.14. До того доходит ситуация, что уже даже заведомо, не зная обстановки, уже предполагают, что если есть объект в Москве, то придется сидеть, как бы, корпеть модели рельефа практически везде в остальной нашей стране. Ситуация уже как-нибудь получше, но, по крайней мере, высотные отметки зачастую будут уже со своими координатами Z, и не нужно будет выполнять лишних телодвижений, которые мы сейчас будем делать. Ну вот, значит, открывается у нас файл 49.14. Да, вот такого вида у нас поставляют геоподоснову, значит, это еще даже не центральная часть, это ошибка в городе Миноград, но очень великак, насыщенно с коммуникациями, в различных ситуациях. И вот этот сборочный файл, который мы сейчас открыли, содержит в себе ссылку на файл, в котором имеется высотный отметок. Найдите любую высотную отметку, любую подпись высотной отметки чертежа, щелкните на ней, таким образом вы выберете внешнюю ссылку. И теперь, чтобы перейти именно к этой внешней ссылке, нажмем правой кнопкой мышки команда «Открыть внешнюю ссылку». И у вас должен открыться чертеж, в котором уже не будет никаких коммуникаций, будут только высотные отметки, границы проезжих частей и так далее. То есть то, что нам потребуется в работе. Ну, все-таки, значит, покажу, да, вот результат, примерно, к которому сейчас мы уже идем, но, конечно, не в таком масштабе, в таком объеме. Здесь отдельная поверхность получается. «Открыть внешнюю ссылку» 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 Смысл в том, что нам нужно будет сейчас поработать, во-первых, с высотными отметками, а во-вторых, в условиях площадок каких-то промышленных и городской застройки большая часть моделей рельефа формируется структурными линиями. У нас и в прошлой работе структурные линии, я подчеркивал, что они необходимы, то есть линейные зависимости, которые влияют на рельеф, конечно же, надо в виде таких структурных линий обязательно описывать. Помните, вчера была у нас дорога до применения структурных линий, что-то нечто изломанное, приподнимающейся вверх-вниз, то есть не было четких контуров. После применения структурных линий все было уже четко, с понятностью, и модель рельефа была готова. Зачастую в такой ситуации, в условиях застройки, приходится чуть ли не на 90% всей работы выполнять именно в виде таких структурных линий. У нас сейчас в чертеже, мы можем посмотреть, нет никаких не горизонталей, нет других элементов. Есть в виде высотных отметок, что у нас все обозначения, которые имеются, это блоки, у этих блоков нет никаких координат Z, у них нет никаких атрибутов, которые можно было бы задействовать для высотных отметок. Для описания высот применяется обычный текст, который тоже, кстати, не имеет никаких координат Z. Но сложность при работе с такого ситуации с текстом заключается в том, что мы можем, конечно, задействовать текст в качестве исходных данных, но рельеф будет создаваться под точки старта текста в чертеже, а точка старта текста далеко, конечно, не всегда, практически никогда не соответствует реальному местоположению высотной отметки. Если мы будем просто вот так создавать, не трогая текст, рельеф, ничего у нас не получится. Мы видим, вот есть, например, подписи верх и низа бордюра, будет с точки старта текста создаваться узлы реангуляции, мы получим непонятную картину. То есть нам нужно сначала этот текст будет подготовить, растащить его на свое местоположение. А это достаточно трудоемкая ручная работа, которая отнимает много времени. Ну и плюс потом вот отрисовка по всем линиям, по краям проезжих частей, по границам здания, контурам структурных линий для дальнейшего добавления в поверхность модели рельефа. Мы, конечно, не будем сейчас очень много брать в работу. Я вот специально показываю именно этот перекресток. Именно этот перекресток мы с вами немножко обработаем. Но перед этим, конечно, выполним подготовку чертежа. Чертеж же у нас получается автокадовский. Во-первых, нужно посмотреть на вкладки параметра, как мы вчера делали, единицы измерения чертежа. Значит, переходим в окно область инструментов, параметры, щелкаем правой кнопкой мышки на название чертежа, редактируем параметры чертежа. И как и вчера, мы видим то, что единицы чертежа стоят в футе. Ну, этому не следует совершенно удивляться. Это, скорее, правило, чем исключение, то, что стоят именно британские единицы. Как я вчера говорил, пользователи автокадов все равно, какие установлены в чертеже у них единицы измерения. Напомню о том, что есть у нас вкладка панели инструментов на ленте. Мы можем перейти на эту вкладку, раскрыть раздел CDD Extensions, общая команда единицы чертежа. Щелкаем правой кнопкой мышки на имя этой команды «Выполнить». Отвечаем в открытом окне на запрос программы «Изменить», выставить метрические единицы измерения. Вот первое, значит, дело по подготовке выполнено. Ну, пока переходили к панели инструментов, я увидел, что у нас открыта вкладка «Съемка». Она нам, в принципе, сейчас не нужна. Зачем ее держать открытой? Можно на вкладке «Главное» на панели палитры нажать на иконку «Съемка» и закрыть эту палитру. Ну, если вы обращали внимание, в 12-м Сивиле при закрытии, открытии окна области инструментов появляется подзагрузка, выгрузка каких-то данных. То есть, в принципе, закрывая окно или отдельные вкладки окна области инструментов, мы таким образом разгружаем память программы от какой-то личной информации. Ну, вот, поэтому, в принципе, тоже, когда у вас чертеж тормозит, можете попробовать закрывать окно области инструментов, ну, тем более, закрывать ненужные вкладки. Так, первое действие мы с вами подготовительно сделали. Мы что сделали? Установили метрические единицы для чертежа. Теперь второе действие. В чертеже нам нужно иметь стили. Стили для дальнейшей работы. Подгрузим эти стили. Но сначала чертеж требует сохранения. Выберем команду, наверное, сохранить как. Сохранить как. И сохраним чертеж под другим именем, уже не в папке с исходными данными 49.14 стандарт, а просто в нашей папке учебы. Ну, назовем ее Москва, да, чтобы было понятно. После того, как мы сохранили файл, можно переходить на вкладку ленты управления, последняя панель стилей и команда импорт. Выбираем файл, с которого мы будем производить импортирование данных. В принципе, можно выбрать тот же файл, в котором мы выбирали вчера, трассирование. Трассирование. Открыть. В окне импорт стилей можно смело сжать на кнопку окей. У нас в исходном чертеже нет никаких стилей, кроме стандартного. Поэтому можно не бояться что-нибудь испортить. Второе показательное действие мы с вами тоже сделали. Ну и теперь, как вчера, выполним обрезку данных. Потому что даже вот с этим кусочком улицы, если мы возьмем сейчас обрабатываться, с непривычки, конечно, мы будем заниматься, наверное, этим весь день. Возьмем маленький кусочек. Сейчас я нарисую, как, опять же, вчера контур. Ну, вот совсем небольшой кусочек мы с вами возьмем, и то с ним придется поработать. Выберите инструмент полилиния и отрисуйте вот такой вот контур. Вот где-то вот так. Чтобы захватить нижнюю часть перекрестка, сам перекресток, ну вот, и до площадки слева и справа. Ну, примерно, примерно вот так. Там плюс-минус 5-10 метров, конечно, ничего страшного. Наша задача учебная. А дальше команда MapTrim. Напомню, мы делали иконку обрезка по контуру. Для тех, кто иконку не сделал, набираем в командной строке нижнее подчеркление MapTrim. Открывается окно обрезать объекты по контуру. Выбор контура на разделе «Контур». Опция «Выбор контура». Команда «Выбрать». Дальше щелкаем на отрисованную ранее полилинию и возвращаемся в окно «Обрезать объекты по контуру». Второе действие. Выбираем объекты для обрезки. Так же, как и вчера, «Выбирать вручную», кнопка «Выбрать». Выбираем рамками все содержимое. Я в прошлый раз не сделал пояснение, потому что мне сразу тема в голову забивают, как говорится. Я вчера показывал, что можно поставить опцию «Выбрать автоматически», фильтровать объекты по слоям. Действительно, когда мы вставляем опцию «Выбрать автоматически» и используем фильтрацию по слоям, выбираем какие-то слои, команды это заработают нормально и хорошо, но с большими подосновами, такими сложными, в которых есть, допустим, «Проокси», «Абъекты», какие-то еще вещи. Вот иногда, когда мы ставим «Выбрать автоматически», просто программа почему-то не выбирает объекты или вроде выбирает, но обрезки не происходят. Но если мы поставим опцию «Выбрать ручную» и «Вручную» выберем эти объекты рамками, то все будет всегда нормально. Есть вот такой нюанс, поэтому, хотя мы могли бы сейчас поставить опцию «Выбрать автоматически», это было бы достаточно для всех автоматических объектов на чертеже. Вот есть уже привычка выбирать именно ручную, чтобы подстраховаться от этих ситуаций. Так, теперь метод обрезки. Обрезка, конечно же, по внешнему контуру мы обрезаем, то, что снаружи остается, то, что внутри. Ну и игнорируем объекты, которые не могут быть обрезаны. Окей. Подтверждение «Map3D» тоже жмем, значит, «Да». Окей. И вот у нас происходит обрезка. Контур сам можно удалить. Можно удалить, нам не нужен. Остался вот кусочек подосновой. Так, и, значит, займемся повнимательными высотными отметками. Ну, несмотря на то, что здесь высотных отметок вроде бы как много, на самом деле очень многие из них не являются рельефными, а относятся к люкам коммуникации, и их нельзя использовать в работе, то есть без предварительной проверки. Ну, иногда мы их вообще как бы не используем, если рельефных точек достаточный. Если их недостаточно, то надо просто внимательно смотреть и проверять. Мы сейчас не будем, как бы, наконец, естественно, никакие проверки делать и смотреть на каждый этот люк коммуникации, подходим, не подходим. Мы просто сейчас лишние слои со всеми этими вещами отключим. Итак, на вкладке «Данные» раскроем с помощью иконки «Свойства слоя» «Диспетчер слоев». Слои исходного файла называются «Level», то есть уровень, и дальше идут номера. Ну, потому что я вот говорил, программу, которая использует мозговые геотрезы, она достаточно старая, вот, даже где-то у меня она была установлена тоже, если интересно, там взглянуть мне, причем до сих пор даже люди работают. Ну, там сидит просто достаточно много, да, специалистов, которые вот сидят, занимаются адресом. Вот это MacroStation, 98-го года образца, то есть вышка не работает, такая вот вещь. Вот, и в этой программе невозможно использовать слои, которые имеют имена, а не только иметь номера. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Вот, итак, у нас слой, который относится к коммуникациям, имеет номер 24, «Level 24». Найдите в списке слоев этот слой, «Level 24» и выключите лампочку. Мы выключаем все, что относится к коммуникациям. Так, потом еще отключим слой. Я потом поясню, для чего мы выключаем слои сейчас еще с лишними текстовыми объектами. Ну, как, вернее, можно и сейчас это пояснить, естественно, потому что у нас и высотные отметки является текстом, поэтому лишний текст мы с вами сейчас выключим. Текст, который находится на слое «Level 42» в подписи покрытий автомобильных. А, это газоны. Газоны. Значит, выключаем «Level 42». Так, дальше, выключаем слой, который называется… Ну, в принципе, можно выключить с «Level 6». Ну, и, наверное… Ну, и, наверное… Так, с дорогами, по-моему, там на слое. Сейчас проверим. Да, и, наверное, больше тут ничего в нашем тертеже. А, вот еще есть дренажные решетки. Вот, «Level 25». То есть, мы отключили слой «24», «25» и «42». То есть, отключили лишние слои, на которых находятся текстовые объекты, которые нас будут отвлекать от дальнейшей работы. Вот. Теперь, следующий момент. У нас с вами городская застройка или, значит, съемка какой-нибудь территории, какого-нибудь промпредприятия, очень часто содержит в себе какие-нибудь подпорные стенки или бордюры. Да, то есть, элементы, которые нужно будет описывать с вертикальным перепадом поверхности. Значит, у нас есть отметки по бордюрам, есть низ, есть верх. Вот. Нужно, значит, нам сейчас, чтобы не запутаться, сделать следующее. Оставить отметки только, допустим, по верху бордюра, а все нижние отметки удалить. Значит, верхние отметки мы будем использовать для создания, значит, рельефа по этим точкам. Вот. Нижние, нижние отметки мы загрузим уже позже, когда будем формировать бордюры. Ну, честно говоря, тут есть вот такие вот всякие, как бы, нюансы в работе. То, что я сейчас вам показываю, это уже методика, просто отработанная массой проектов, уже многими специалистами, поэтому уже достаточно все, как бы, оптимально выбирано для того, чтобы поработать с такого рода подосновой, то есть, мерные, у которой есть, значит, только текстовые отметки. Но это не только характерно, на самом деле. Для Москвы очень приходится сталкиваться с такой съемкой, традиционной, конечно, и в других регионах, в других задачах. Вот. Значит, выбираем все текстовые подписи, которые относятся к низу бордюра. То есть, просто проходимся по нашей подоснове. Ну, даже можно не обращать внимания вот на эти вот площадки. Нам главное вот обработать сами бордюру, проезжей части, перегрездка. Вот эти вот площадки, которые сверху находятся, можете оставить их без внимания. Они нас, в принципе, сейчас не интересуют. Интересуют вот проезжей части мне дороги. Значит, выбираем отметки, которые относятся к низу бордюра. И сейчас мы их все просто-напросто удалим. Так, выбрали все отметки, которые относятся к низу бордюра. И нажимаем клавишу «Дел» удаляем. Вот. Мы уже сохранили файл «Москва», да, его назвали, в котором содержалась как бы полная вот эта вот информация. Без какого-то удаления отметок. И нам этот файлик затем пригодится. Когда мы будем создавать бордюры, мы его подгрузим, например, в качестве внешней ссылки и будем глядить на отметки, те, которые мы удалили при создании бордюра. Вот. Поэтому, чтобы что-нибудь не испортить в этом файле, файл второй, ну, сейчас, который получается только с верхними отметками, мы пересохраним. Выбираем команду «Сохранить как?». Ну, и назовем «Москва-2», как называется. Не будем тоже голову ломать нам название. Достаточно того, что мы просто его переименуем. Вот. Теперь. Теперь занимаемся интеллектуальным трудом. Берем вот эти высотные отметки и растаскиваем на, значит, свое истинное местоположение. Но тут есть, как бы, ряд «но», да. Вот, во-первых, не у всех текстовых отметок имеется точка ставки в нужном месте. Нужно эти текстовые подписи откорректировать. Выбираем одну из подписей высотных отметок. Нажимаем правую кнопку мышки «Выбрать аналог». Убираются все текстовые подписи. Щелкаем еще раз правую кнопку мышки. Используем команду «Привязка». «Привязка». И по умолчанию нам предлагается установить привязку влево. Вот в командной строке треугольных скоток предлагается. Это, собственно, нам и нужно. Нажимаем «Прощение». Вот в первой текстовой подписи есть одна точка ставки. Дальше. Мы должны оставить объектную привязку, включенную по точке ставки текста. И по, наверное, сейчас проверим, что здесь работает. Узл, наверное, сбоку. Так. Центр. Центр. Вот. Оставим привязку по точке ставки текста и по центру. Нажмем правую кнопку на объектную привязку. На иконку объектной привязки внизу «Настройка». Значит, убираем объектные привязки лишние. Оставляем центр и точка ставки. Чтобы брать текст за точку ставки и помещать центр в кружочек. Ок. На сайте autodesk.ru И, да, я вчера утилитик там своего товарища показывал. На сайте autodesk.ru есть описание процедуры ручной работы. В утилитик, который я вчера рассказывал, есть автоматизированный прописанный макрос для таких задач. Когда есть текстовые подписи и представлены в виде кружочков, да, не блоков, значит, обозначения точек высотных отметок. Ну, нам тоже можно, в принципе, эти блоки взорвать. Получится окружность обычная. Вот. Если мы выберем все блоки и взорвем. И технология заключается, грубо говоря, в том, что вот кружочек увеличивается с подписи высотной отметки. И те текстовые подписи, которые попадут, значит, на пресечение этой окружности, они взаимосвязываются и дальше превращаются в точки координатной геометрии специальными функциями. Ну, вот эта технология как бы работает. Работает там, где вот имеется какое-нибудь чистое поле. Все отметки расположены ровно и аккуратно. Ну, вот. Я с вами выбрал сейчас не очень сложный участок, но вот на самом деле в нашем случае такой метод не подойдет, потому что зачастую, зачастую даже вручную бывает достаточно сложно разобраться. Эта окружность с такой отметкой, значит, совпадает. Приходится так или иначе работать за всем, как бы оператором все равно вручную. Итак, мы с вами объектные привязки настроили. Теперь берем каждую текстовую подпись и совмещаем с центром свои окружности. Вот, потренируемся на этой задачи. Итак, мы с вами оставили маленький кусочек, в принципе, особо много времени это не займет. Ну, да, уделяется, как бы, наибольшее внимание, вот именно, как бы, дороге к краям проезжей частей, потому что мы сделаем модель рельефа с бордюрами, да, по улице. И вот хотелось бы, чтобы у всех получилось именно, именно вот эту вот улицу. То, что находится уже за пределами проезжей части, но все вас интересует в меньшей степени. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, и вот в случае, конечно, вот здесь вот с Москвой должны ничего не поделать. У меня были в работе, допустим, реконструкция нескольких улиц Смоленске, вот, там тоже изначально прислали вот такую двухмерную подоснову, но хорошо, что там было делано контролем местных городских властей, вот, потому что реконструкция была улиц в исторической части города по Кремля, вот, и достаточно быстро, в течение двух дней удалось связаться с геодезистами, хотя вот разные организации, все четыре улицы делались по четыре разных геодезических организаций, вот, удалось связаться с ними и получить текстовые файлы с точками, по которым уже дальше создавалась поверхность гораздо-гораздо быстрее. Ну вот, в одном случае, когда с Москвой геодез, такие фокусы уже не прокатывают, что и есть, то и есть. И за это вот платятся уж очень большие деньги, по сравнению с общими ценами по стране на такого рода продукцию. с Балтийским, а нет, здесь получается, да, по-моему, Балтийский, потому что система координат, ну, как бы, может быть, геотреста московская. Вот. А высоты, насколько я помню, они все равно, как бы, общие. Спасибо. 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 Как я уже сказал, технология достаточно выбранная, и дальше вот есть определенный как бы финт, который мы сейчас сделаем. Конечно, можно было бы использовать и текстовые отметки в качестве исходных данных для создания поверхности. Я показывал, как бы, да, вот, что есть редактирование команды, вызов редактора поверхности, и здесь у нас имеется операция переместить текст на отметку. Вот эта команда задает текстовым подписом высотные отметки, значит, по содержимому текста. И дальше уже текст можно использовать в качестве исходных данных для создания поверхности. Но с объектами текстом у поверхности не будет динамической взаимосвязи. Поэтому, если что-то вы забыли подтащить, если где-то вы забыли что-то сделать, то есть вам придется удалять текстовые подписи со состава поверхности, корректироваться, а потом добавлять их заново. Это неудобно. То есть нет динамической взаимосвязи. Это первая причина. Вторая причина – структурные линии, с которыми нам сейчас предстоит работать, их надо будет отрисовывать вручную. Почему? Потому что у нас очень многие линейные объекты, представленные, видите, так, с такими маленькими отрезочками. То есть нереально взять какой-то автокартский объект и превратить его уже в линию. Потому что у нас нет линии, у нас есть маленькие шришочки. То есть нам нужно будет все это отрисовывать поверх. Но, опять же, эта технология достаточно универсальная, которую мы делаем. То есть эта же технология используется, допустим, при работе с растрами подмог. То же самое. Мы вручную отрисуем по высотным отметкам, а высотные отметки в виде ручной постановки и простоточек координатной геометрии оставляют по растрам. Значит, мы получим и будем использовать в качестве исходных точек для модели людей в точке координатной геометрии, в точке сивила. Как же мы получим эти точки? Мы сейчас выполним, может быть, вам знакомую автокартскую команду, извлечение атрибутов и чертежа. Если не знакомы с этой командой, заодно познакомитесь. Значит, она давно уже существует в автокаде и используется с помощью этой функции можно получить информацию об объектах из чертежа, сделать по ним, по этим объектам таблицу при желании в чертеже и сделать таблицу во внешнем файле, файле Excel или файле текстом. Итак, извлечение атрибутов. Есть специальная кнопка в рабочем пространстве, обычном автокадовском. Так, сейчас посмотрю. Вот у нас, по-моему, в Сивиле нет панели таблицы. Вот, по-моему, здесь вот. А, есть, есть такая иконка. Значит, есть она на вкладке ставка, лента. Есть панель у нас здесь, которая называется связывание и извлечение и команда извлечь данные. То есть, еще раз говорю, что это обычная автокадовская команда. Не все знают то, что у автокада достаточно большие возможности, что можно сделать, например, динамические таблицы, которые были взаимосвязаны с какими-нибудь блоками в чертеже. То есть удаляете блоки, меняете их, плановое положение обновляется, у вас все таблицы чертежей. Ну, мы уже, конечно, автокад не изучаем, но ненароком вот какие-то автокадские функции, может быть, для вас незнакомые все-таки задействуем. Итак, связывание извлечения и команда извлечь данные. Открывается мастер извлечения данных с первой страницы. Здесь ничего не меняем, оставляем создание нового извлечения данных и жмем на кнопку далее. Программа предлагает нам сохранить файл с расширением .dxe. Этот файл сохраняем мы в своей папке учеба, назовем его, например, точки. Этот файл нам может понадобиться, если вдруг нужно будет какие-то корректировки вносить и изменения. Итак, жмем сохранить и переходим на вторую страницу мастера. Эта функция извлечения данных на самом деле очень интересна тем, что может работать не только с чертежом текущего, а можно добавлять на применение этой команды целые папки с множеством файлов или даже по отдельности чертежей, которые находятся в разных папках. Например, какую задачу можно представить. Есть у вас топосъемка, на топосъемке нанесены геологические скважины. Этих чертежей у вас масса. Вам нужно сделать сводную таблицу, какой-то сводный каталог геологических скважин по 30 чертежам. Вы можете использовать командное извлечение данных, добавить эти 30 чертежей и дальше в последующих страницах указать, что вы хотите извлечь информацию из блоков, которые относятся к скважинам и в каком виде информации . И таким образом получится таблица, с чем эта таблица будет еще динамически связана с объектами чертежа. То есть можно будет удаляться, перемещать эти скважины. У вас будет таблица обновляться. Вот. Мы сейчас, конечно, работаем с одним только чертежом, поэтому никакие настройки нам в этом окне сделать не нужно. Переходим на страницу Следующую. Жмем на кнопку Далее внизу. Программа думает и показывает нам на третьей странице все объекты, которые у нас остались в чертеже. Нам нужно извлечь информацию из чего, из каких объектов. Текст. Чтобы не искать наш текст среди списка блоков, которые сейчас у нас перед глазами, можно внизу настроить параметры отображения, убрать галочку, отображать объекты всех типов и поставить опцию отображать только объекты, не являющиеся блоками. все блоки исчезают, оставляем галочку для объектов текст. Все остальные обучаем, только текст нас интересует. Текст. Да, еще когда рассказывал про методику, которую сейчас мы используем, и про то, что конечно можно использовать текст и в чертеже, я еще упустил такой момент, что у У нас бывает на подосновку уже готовых в содержимом текста еще какое-нибудь добавление присутствует. Например, F фундамент, трет труба или еще что-нибудь. А нам этот текст бывает нужен в использовании для создания рельефа. Если мы будем задействовать команду создать координату Z по содержимому текста, то, естественно, содержимое такого рода с буквами, оно не перенесется к координату Z и невозможно будет использовать эти точки. И, конечно, лучше использовать операцию извлечения данных, чтобы потом в текстовом файле отредактировать все эти комментарии, удалить комментарии, оставить только значение высоких отметок. Итак, дальше переходим на следующую страницу, кнопка «Далее». Значит, у нас остался выбран текст. Теперь на четвертой странице мы указываем, какие свойства нам нужно извлечь из текстовых объектов. Опять же, свойств очень много разных, всякие разные части. И можно отфильтровать эти свойства с галочками, с помощью галочек, которые находятся у нас в категории справа. Убираем 3D визуализацию, оставляем геометрию, убираем общее, оставляем текстовый и убираем чертеж. Значит, какие нам свойства нужны? Нам нужно значение текста, то есть подпись самого высотного отметка, то есть содержимое текста. И нужны координаты х и кланов положения. То есть у нас получится табличка, где будут координаты и высотные отметки и значения текста. Итак, значение, положение х, положение у. Нажимаем на кнопку «Далее» и попадаем уже в окно уточнения данных. В этом окне нам не нужны два столбца, которые относятся к количеству объектов и их именам. Внизу выключаем галочки «Показать столбец с данными количествами» и «Показать столбец на именование». Видим информацию по всеми текстовыми подписями, которые у нас остались. Поэтому мы лично свои выключаем. Видите, у нас кроме высотных отметок имеются еще текстовые подписи иные. «Покрытие», «Покрытие», «Название», «Улица» и прочее. Значит, щелкнем. Ну, можно сначала, вернее, перед тем, как щелкнем, отсортировать столбцы. Положение «У», имеется в виду автоказовское положение «У», мы поставим «Вперед», потому что «У» — это и есть наш «Х» геодезический, то есть надо местами перевернуть. То есть делаем положение «У», положение «Х» и в конце значение высотных отметок. Теперь сортируем данные по последнему столбцу значения. Нажимаем на столбец значения. Ну, как-нибудь отсортируйте. Главное, чтобы у нас высотные отметки шли либо в начале, либо в конце. Вот, например, вот так. Сначала идет обычный текст, а потом уже высотные отметки. Ну, потом эту текст ненужную удалим. Либо из файла Excel, либо из текстового файла. Жмем на кнопку «Далее». Куда мы будем выводить данные? Таблицу в чертеж нам никакой вставлять не нужно. Нам нужно вывести данные во внешний файл. Вывести данные во внешний файл. Ну, можно, конечно, подправить, допустим, Excel. Сделать Excel, удалить лишние строчки. Можно сразу создать текстовый файл и откорректировать этот текстовый файл. Это уже дело, опять же, вкуса. В чем удобнее вам поправить? В обычном блокноте, текстовом редакторе каком-то или в Excel. Значит, нажимаем на иконку с многоточием. Ну, создадим, допустим, обычный текстовый файл. Пусть он, как называется, Москва 2.txt. Сохраним его, конечно, в нашей папке учебы. Сохранить. Далее, в окне извлечения данных готов. Откроем папку учебы на рабочем столе и найдем сохраненный ранее файл. Мы отсортировали данные, поэтому первые строчки, включая название столцов, выделяем до первой высотной отметки. То есть, все строчки, которые относятся к ненужному тексту. Выделяем и клавишей D удаляем. Вот пустую строчку тоже надо удалить. Чтобы столбцы уже начали с чего? Начали с непосредственно того, с чего нам нужно. То есть, с координат высотных отметок. Ну и в конце вот еще записалась текстовая подпись. Я так понимаю то, что если нет у нее содержимого, что это просто пустой объект. Но координаты у которого не присутствуют. То есть, выставляем, редактируем файл, чтобы у нас были только координаты и какие-то отметки. Ну вот, я старался вам подчеркнуть, что вот этот, если вам не знакомо, средство извлечения атрибутов, возьмите его себе там на вооружение. Потому что очень много, как бы, задач есть на свете, где вот можно найти достойное применение этой функции. Вот, значит, получать информацию в виде текстового файла, в виде таблицы разных объектов. И так, значит, файл мы с вами отредактировали. Можно теперь его закрыть, конечно, с сохранением. И данные из этого файла загружаем в чертеж через операцию импорта точек. На вкладке «Ленты вставка» на панели «Импорт» нажмем на иконку точки из файла. Вкладка «Вставка», «Импорт» и вот иконка в правом ряду по серединке «Импорт.исфайл». Нажимаем плюсик в выбранных файлах. Переходим в папку «Учеба». Находим, значит, файл «Москва.2.txt». Так, бывает, да, такое бывает. Сейчас проверим, потом буду просить «Импорт». Проверим, потом буду просить включение. Да, у меня он тоже не хочет, сейчас проверяю. Вот, смотрите, просто есть вот такой небольшой нюанс – это кодировка файла. По умолчанию берет и сохраняет, бывает в другой кодировке. Это просто уже настройки Windows, блокнота. Значит, открываем текстовый файл наш, наш файл вот этот вот, который мы только что отредактировали, закрыли и пытались ставить точки из этого файла в чертеж. Значит, вы его выберете, вернее откроете в блокноте «Сохранить как», и вот внизу должно отображаться поле выбора кодировки. Поставьте кодировку не «UTF8», как предлагается по умолчанию, а «UNC». Просто он не понимает вот эту кодировку «Civil». «UTF». Мы сохраняем в кодировке «UNC» текстовый файл. «Сохранить». Закрываем его, конечно. И теперь возвращаемся в «Civil». И пробуем снова «Вставка», «Import», «Точки с файлом». В окне «Import.» выбираем файл, который мы пересохранили в другой же кодировке. И теперь уже все должно быть нормально. Мы с вами координаты «X», «Y» поставили по-человечески, как нам привычно. Поэтому нам нужно выбрать формат из двух, которые предлагает нам программа «NEZ». То есть «Север», «Восток», «Отметка». «Nord», «Civil». «Z». «Да». «Нет». 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 «Что?» «Это у вас там из-за того, что вы пересохранили в другой кодировке?» «А вы пересохранили в другой кодировке?» «Да». «Нет». 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 «Ну, может быть, сам файл, когда редактировали, остались какие-то строчки, например, на заголовок?» «Ну, давать я сейчас не буду, тогда…» «Бегать, наверное, смотреть…» «Просто вынесу этот файл текстовый, чтобы вы могли его просто-напросто взять…» «Ну…» «Еще может быть проблема…» «Может быть проблема в том, что либо остались какие-то строчки, которые программа не понимает, в которых нет координат и высотной отметки, а есть, например, название заголовка…» «Либо вот проблемы какие-то с форматом». «За tool. Можете получить когázки в сервисе и выron. Попробуем определено…» «За tool. «За tool. Ещё…» «Но это уже начинается…» «Но это уже можно будет находиться…» «За tool. «Можете впечатление сделать…» «Ещё вот как бы…» «За tool…» «Пset» «За tool. «За tool. Для меня вы…» «За tool. «За tool. Такая вот ситуация происходит, никак с программой справиться не удается, можно вот, а нет, ставку, сейчас вспомню, данные, получение из текста, то есть мы вставляем, значит, данные, как такой вот, тоже трюк, говорится, да, вставляем данные из текстового файла, далее, 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 готово, вот, получился данный с файловой целью. Вот, и уже, как бы загрузив в Excel, мы уже из Excel сохраняем этот файл, как, допустим, CSV или как текстовый файл, например, текстовый файл с разделителем популяции, ну, для тех, у кого не получается, сохраним, все окей. Вот, и по идее, по идее он должен, как бы, нормально тоже читаться, вот у него галочка, что у него все это читалось. Либо у вас что-то лишнее осталось в файле, либо с кодировкой, и, в конце концов, бывает, что там, что-то в блокноте, может быть, не так, я не знаю, но бывает иногда. Да, я согласен, какие-то ситуации, что не удается, как бы, с текстовым файлом каким-то справиться, но обычно это не текстовый файл, который получается из измечения атрибутов, скажем, файлов с каких-то хиометров, с координатами, там, вот, такие вот, приходится укрутаться с ними проделать, потому что, там, с какой-то скрытой форматирования, не разбираюсь до конца в этом, может, знаю, что вот этот трюк через Excel помогает. Так, и, да, я вот сказал то, что, на всякий случай, у кого совсем уж не получается, файл свой выложу, сейчас, файл текста Москва 2, выкладываю для общего доступа в расшаренную папку. В общем, выложил, так что, если кому-то надо, берите. Итак, в окне импорта точек выбираем, значит, файл исходный, у нас вкладывает текст, дальше, так как мы поменяли местами xy, об этом мы помним, nez, то есть север-восток отметка, видим содержимое этих столбцов ниже. Можно одновременно с импортом точек создать группу точек и новые точки добавить в эту группу. Поставим галочку «Добавить точки в группу точек», щелкаем на иконку, которая стала доступна справа, «Создание группы точек» и задаем имя. Называется импорт, например. Окей. Окей. Ну, ничего страшного, потому что нам все равно мы никакие другие группы создать не будем, я просто заодно показал, вот то, что это можно сделать. Значит, на вкладке «Навигатор», у кого есть группа импорта, у нас есть группа импорта работает, или кто не создал, значит, группу «Все точки». Свойства. Выставляем стиль точки «Точка плана» и стиль метки «Отметки плана». Значит, открываем свойства группы точек, которая у нас создалась при импорте, или те, кто не создал, выбирают группу точек «Все точки». Свойства этой группы точек вызываем, и на вкладке «Информация» задаем стиль точки «Точка плана», стиль метки «Отметки плана». Окей. Вот, появляются текстовые подписи. Ну, масштаб сейчас текущей чертежа, масштаб аннотации не соответствует, значит, фактическому масштабу подосновы. Я вчера обращал ваше внимание, да, на то, что, в принципе, мы вот чертеж можем подготовить, как бы, и работать уже в этом текущем чертеже. Единицы измерения изменить мы можем, стили сюда добавиться тоже можем. Вот единственный момент, который вот у нас остается не востребованный, не измененный в сравнении с исходным файлом – это масштаб аннотации. То есть, вот у нас есть большой внушительный список масштабов аннотаций, но тех масштабов, которые нам нужны, здесь нет. Вот, ну, время у нас уже подходит, как бы, к перерыву. Давайте тогда на этом моменте сделаем паузу, а уже после паузы отредактируем список масштабов аннотаций и создадим нужные нам масштабы чертежа. Спасибо. Спасибо. Спасибо.